Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии я, Камиль Гемоздинов. Наша команда подготовила для вас порцию свежих новостей. Итак, смотрите сегодня. В IT-лицей КФУ новый директор. Университет продолжает помогать студентам. В КФУ прошел инсталайф о приемной кампании 2020. Ректор КФУ Ильшат Гафуров на дистанционном совещании с руководящим составом вуза обсудил подготовку Елабужской школы номер 5 к передаче в состав Казанского федерального университета. В настоящее время в здании проводится капитальный ремонт, закупается оборудование и готовятся официальные документы для передачи. Директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон сообщила, что школа будет готова принять около 411 школьников уже 1 сентября. Университетская школа 5 – это новое название, которое получит учебное заведение вместе с возможностью вырваться на более высокий образовательный уровень. А теперь к другим новостям. В IT-лицее Казанского федерального университета новое назначение. Проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюзский представил коллективу школы нового директора. Подробности в нашем сюжете. 15 мая преподаватели IT-лицея КФУ собрались в актовом зале, чтобы познакомиться со своим новым руководителем – выпускником Казанского федерального Ильдаром Мухаметовым. За свою карьеру он успел поработать преподавателем и директором казанских лицеев-интернатов номер 2 и номер 7. В конце нулевых был заместителем начальника городского управления образования, а с 2014 года – заместителем министра образования и науки Республики Татарстан. В последнее время новый директор руководил центром лидерства в образовании КФУ. Мы долго искали человека, который бы мог возглавить IT-лицея, человек, который воспринимает университетскую культуру, понимает, что IT-лицея находится внутри университета, что он работает в тесной связи с научными школами университета и так далее. Вот мы сегодня представили нового директора Мухаметова Ильдара Ринатовича, который долгие годы уже работает в системе образования Республики Татарстан. Человек для университета абсолютно не новый. Ильдар Мухаметов высоко оценивает профессионализм преподавательского состава, с которым ему предстоит работать. Талантливые педагоги, они требуют особого внимания. Для них нужно создавать такую плодотформую креативную среду. Они не любят формализма, шаблонности. Поэтому лично передо мной ставят задачи создать вот такую хорошую, добрую атмосферу творчества перед педагогами, да, для педагогов. Поэтому, мне кажется, вот этот вызов, он очень интересный. И с коллективом, и с командой мы сможем добиться высоких результатов, успехов. Напомним, в конце марта экс-директор Айтилицея Тимирбалат Самирханов в связи с повышением покинул свою должность и уехал в Москву. 27 марта ректор КФУ Ильшат Гафуров посетил школу, чтобы лично попрощаться с Тимирбалатом Самирхановым и вручил памятные подарки, связанные с университетом. Камиль Гемозденов, Фарид Захет Углы, Универньюз. 15 мая отмечается Всемирный день семьи. По этому поводу мы предлагаем вместе вспомнить выдающуюся династию талантливых математиков, внесших большой вклад в развитие Казанского университета. 15 мая поздравление от Казанского федерального университета Министерства образования и науки Республики Татарстан получила Елена Александровна Широкова, профессор Института математики и механики имени Лобачевского. Этот день был выбран не просто так. 15 мая отмечается Всемирный день семьи. Елена Александровна является представительницей знаменитой династии Широковых. Поздравили Елену Александровну, первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Андрей Поминов и проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. Университет Казанский всегда с почтением относится к этим династиям, как вы возглавляете, и всегда мы оказываем внимание, и всегда готовы поддержать. Широков и семья великих математиков. Дед Елена Александровна и Петр Широков, основатель кафедры геометрии Казанского университета, родился в 1895 году, воспитал целый ряд блестящих ученых геометров – Лаптев, Петров и другие. Умер во время войны из-за серьезных проблем со здоровьем. В 1944 году он умер, в феврале. У него остались ученики, остались работы очень интересные. Жена Петра Широкова Наталья Александровна окончила аспирантуру в Казанском педагогическом институте, защитив сначала кандидатскую, потом и докторскую диссертацию, работала в должности доцента, а затем и профессора на кафедре русского языка Казанского университета. Она всегда обожала Пушкина. Вот у меня есть ее еще книги пушкинские и русский язык. Она решила заняться русским языком. И вот во время войны она защитила диссертацию кандидатскую. Труды Широкова продолжил его сын Александр Петрович. Он развивал идеи отца и тем самым сформировал то научное направление, которое является в настоящее время определяющим на кафедре геометрии КФУ. Он разобрал работу своего отца, оставшуюся после него, сам со своим учителем Борисом Лаптевым. Занялся тоже геометрией, продолжил идеи своего отца. Существуют книги совместные. То есть он взял работу своего отца, их развил многие и написал книгу. Сама Елена Александровна родилась в 1951 году. Днем ранее, 14 мая, ей исполнилось 69 лет. В Казанском федеральном университете она работает уже более 40 лет. Продолжая дело своей семьи, является профессором кафедры математического анализа. Вот сейчас вот занятие будет у студентов второго курса Мехмата. Знаменатель. Да, уже полюсы. Какие? И минусы. Совершенно верно. Бесконечность тоже может там повлиять на смену знака. Диана Шленкова, Виолетта Басова, Универньюс. Казанский федеральный университет продолжает оказывать помощь студентам, оставшимся в Казани на время самоизоляции. По просьбе ректора КФУ, президент Татарстана выделил для студентов КФУ 7 тысяч продуктовых наборов. Из них сегодня привезли 4218 наборов, которые скоро отправятся в общежитие КФУ в Казани. 1158 наборов отправятся в Елабугу и 711 в Челны. Уже с апреля месяца все наши студенты начали обеспечивать еженедельно продуктовыми наборами. И этот опыт оказался очень полезным и для республики. Республика также решила вместо монетизации, вместо предоставления каких-то денежных компенсаций для малоимущих и самозанятых, республика сформировала соответствующие продуктовые наборы. Но поскольку все-таки у нас большое количество проживает нуждающихся, Ильша Травкач, он две недели назад выступал на аппаратном заседании перед Кабинетом Министров, перед Президентом, и Президент поддержал, и вот включил наш университет также в программу поддержки тех категорий населения, которые наиболее страдали. И вот первая партия товаров пришла, и я надеюсь, в ближайшие дни уже будет передана нашим студентам, проживающим в деревне университета и в других кампусах. В связи с усугублением эпидемиологической ситуации возникает множество вопросов по поводу поступления в ВУЗ в этом году. Сотрудники Казанского федерального университета провели инсталайф о приемной кампании 2020 и ответили на самые главные вопросы. 15 мая в стенах Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялся инсталайф, посвященный приемной кампании 2020. Помимо инстаграма, прямая трансляция шла также на телеканале Универ ТВ, в том числе на ютуб-канале и в социальных сетях ВКонтакте и Твич. На все интересующие вопросы касательно поступления в КФУ в этом году ответили проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский, проректор по внешним связям Тимирхан Алишев и ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Олег Бодров. В условиях пандемии проведение приемной кампании в этом году пройдет дистанционно. В связи с переносом единого государственного экзамена на неопределенный срок, пока что точные даты поступления в ВУЗ неизвестны. Но в любом случае документы будут приниматься в электронном формате, а также все вступительные экзамены будут приниматься в онлайн-режиме. По словам Дмитрия Таюрского, КФУ принимает экзамены в дистанционном режиме уже не первый год и имеет основательный опыт в этом деле. Сегодня мы проводим ежедневно более 3000 занятий в кампусе КФУ в режиме онлайн. Поэтому никаких проблем с проведением онлайн-экзаменов я не вижу. В ближайшее время на официальном сайте КФУ появится расписание предстоящих инсталайфов для конкретных институтов. Там абитуриенты смогут узнать все нюансы о поступлении на конкретный факультет в этом году. Также подробная информация о подаче документов в ВУЗ, проходные баллы и примеры вступительных экзаменов размещены на сайте КФУ в разделе «Абитуриенту и школьнику». Спикеры призвали будущих студентов не волноваться из-за неопределенности и не верить в фейковые информации, а спокойно продолжать готовиться к предстоящим экзаменам. Полную запись прямого эфира можно посмотреть на официальном аккаунте КФУ в Инстаграм. Диана Желенкова, Фарид Захит Углы, Универ Ньюс. На этом на сегодня все. Не забывайте следить за нами в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok